Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава города Сергей Сергеев не раз говорил, что в борьбе за качество работ по озеленению города, уборке мусора, ремонту дорог, с монополистами, не выполняющими свои задачи, есть только один самый эффективный метод – дать возможность проявить себя всем, кто способен профессионально, качественно и в сжатые сроки выполнить эти работы. Мы идем в СИЗО. Мы что хотим? Превратить в мусорную свалку и в воду кому-то? В канун выходных в городе-курорте Анапа ямочный ремонт дорожного покрытия начала бригада ООО «Автогрей». Сначала мастера делают подготовительные работы, ямы, образовавшиеся на дорогах, аккуратно чистят от грязи, пыли и мусора, потом просушат их, прольют битумом и заасфальтируют. Работы уже идутся по всему городу, а вот эти аккуратные асфальтовые латочки на улице Амелькова и Ленина. Работает бригада быстро, качественно, слаженно, с современной техникой. Есть в городе, правда, негодующую по поводу того, что бригада из Тихорецка, так и город этот по итогам 2013 года занял по благоустройству первое место в России и премию большую на благоустройство получил. Делаем выводы. Любовь Евсеева, Станислав Фалько, специально для Анапа регион. Продолжение темы благоустройства и наведения порядка в городе. Каждое утро анапские дворники выходят на работу раньше всех, чтобы на пути на работу к 8 и к 9 часам анапчане добирались по чистым улицам, дорожкам и тротуарам. Дворник – профессия скромная и незаметная. Мы замечаем работу уборщиков у улиц в сильный снегопад или в гололед, который приключился, например, этой зимой. А когда в городе чисто, тем более, что выходят на свои участки дворники рано по утру, то мы и воспринимаем их работу как данность. Но в канун дня работников жилищно-коммунального хозяйства самых лучших дворников отметили на советах микрорайонов. Вручили им подарки и сказали добрые слова. Внимание власти Галина Ивановна Бунтовских оценила. Ведь в конечном счете все, что она делает на улицах города, только для одного. Хочется, чтобы город был чистый, чтобы было у нас красиво. Поэтому и тружусь, ну и добавка к моей пенсии. Галина Ивановна Бунтовских шесть своих кварталов проходит ежедневно два раза в сутки с утра и после обеда. Ее труд замечают люди. Очень было приятно, когда благодарили. Думала, господи, какая хорошая я. Работу Валерия Михайловича Черникова непросто замечают. Его люди любят во дворах четырех домов, что по улице Ленина, 68, где он трудится всего полтора года. Но то, как двор похорошел, стало сразу заметно. Такую огромную территорию убрать, это не так просто одному человеку. Но у нас нет никогда ни листика, ни мусора. Ну, это прекрасный человек. Хозяйским глазом человека, гражданина и, конечно, строгого и тщательного мастера метлы и лопаты, он точно знает, что пора бы уже во дворе старые деревья убрать. Небезопасны они и для людей. И о профессии своей такой нужной и значимой для курортного города говорит просто и скромно. Работа нравится. Людей устраивает моя работа. Чистота. Да, они хвалят вас все. Будем продолжать. Конечно, конечно. От нас, дорогие инопчане, требуется немного. Не сорить там, где убирают, тогда город будет по-настоящему чист. Ах да, и еще. Не скупитесь на благодарность этим людям в ярких жилетках. Они достойны наших добрых слов. Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для Анапа. Регион. Есть ли в вашем магазине полка с продуктами по социальным ценам? Владельцев продуктовых магазинов обязали выделить группу таких товаров и не завышать торговые наценки. Контролируют выполнение этих требований специалисты управления торговли. Проводят регулярные проверки в магазинах города и сельских округов. Мониторинг цен управления торговлей потребительского рынка города Курот-Анапа проводят ежедневно. Внеочередной мониторинг торговых точек Джигинки состоялся по инициативе главы администрации округа. Обращаются граждане с просьбой навести порядок в торговых рядах, чтобы было понятно людям, какая цена, какая наценка, чтобы была правильная выкладка товара. Потребительскую корзинку заполнить свежими и сравнительно недорогими продуктами, выяснили специалисты управления торговли в Джигинке, можно. Правда, не в одном магазине, а придется походить. В одном есть молочные продукты, в другом мясные, по цене с 10-процентной наценкой от цены поставщика. Как выяснил опрос местных жителей, они не очень разбираются в тонкостях на ценах, просто ищут там, где подешевле. Товар тот же, цена разная. Вот возьмите, есть ларек там 350, сыр, а вот зайдите в этом, там уже до 500. Мы вот привыкли, где нам нравится, и как-то я не хожу по другим магазинам. Вот здесь и у Чигирей нравится нам, здесь и там. И вежливые продавцы, и цены нормальные. Пришла, купила, и пошла. Чтобы люди понимали, что определенный товар относится к социально значимым продуктам с минимальной наценкой, Управление торговли рекомендует выделять такой товар специальными ценниками, как, к примеру, это сделали в магазине для вас. Выделили ценники желтым цветом. Жителям Джигинки повезло с молочной продукцией. На территории села находится молокозавод и магазин «Фея», который торгует без наценок сливочным маслом, кефиром, творогом и всей остальной молочной продукцией. Замечания владельцам торговых точек были сделаны самые разные. Магазину для вас благоустроить прилегающую территорию. Во многих торговых ролетах на рынке не было книги жалоб и предложений, зарегистрированные в Управлении торговли. Продавцы заказывают товары по социальным ценам в ограниченных количествах, поэтому они быстро раскупаются, и другим людям приходится приобретать продукты уже по более высокой цене. По результатам мониторинга в магазинах присутствует социально значимая группа товара. Информация вывешена на доске объявлений. Наценка не превышает 10%. То есть магазины соблюдают требования 900-го распоряжения губернатора Краснодарского края. По итогам мониторинга глава Джигинского округа соберет в ближайшее время совещание с владельцами торговых точек. Все замечания по результатам проверок будут устранены. Лариса Басова, Алексей Мухуртов, Анапа-регион. Добро пожаловать за профессией. В Анапском колледже сферы услуг прошел день открытых дверей. О том, какие специальности можно получить на базе 9-го и 11-го классов, расскажет Лариса Басова. Учебный год подходит к концу, и анапским школьникам пора определяться с выбором профессии. Причем об этом задумываются не только 11-классники, но и выпускники 9-х классов. Выбрать востребованную на нашем курорте специальность ребятам предлагает Анапский колледж сферы услуг. Совместно с Центром занятости дирекция колледжа устроила день открытых дверей. Просто посмотреть приехали, посмотреть, поинтересоваться, специализации какие и так далее. Пришла, чтобы учиться. Я вообще хочу поваром стать. Преподаватели подробно информировали делегации школьников о тех профессиях, которые предлагает колледж. А сегодняшние студенты наглядно показали, чему научились. Будущий бармен, студент второго курса Андрей Мельник, обещал своих будущих коллег научить так же виртуозно обращаться с инвентарем за барной стойкой. Гостям колледжа предложили попробовать себя в роли барменов. А вот официанты показали сценку на знание языков. Насколько важно уметь преодолеть языковой барьер. Иностранные языки преподают в колледже основательно. Выпускники трудились на олимпийских объектах и устраиваются на работу в пятизвездочные отели и престижные рестораны. Во всяком случае, обладатели дипломов Анапского колледжа сферы услуг своим выбором довольны. Продавцы сейчас везде нужны. Магазинов много, продавцов маловато. А как? Востребовательная профессия, то есть и другие профессии тоже, которые тут имеются, то есть повар-кондитер, официант-бармен, ЖКХ. То есть, ну, как везде нужные профессии. То есть, без работы не останешься. Мы нисколько не жалеем, что мы сюда вообще поступили. Определиться с выбором профессии девятиклассникам помогал не только колледж, но и центр занятости. Мобильный передвижной центр прибыл в колледж проводить тестирование, по итогам которого психологи определяли предрасположенность ребят к тому или иному роду занятий. Лариса Басова, Максим Логоша, Анапа-регион. Им 40 лет, но они молоды и дарят молодость. Муниципальному духовому оркестру под управлением Валерия Степанова исполнилось 40 лет. На праздничном концерте вместе с сотнями напчан побывала наша съемочная группа. Ощущения весеннего ливня, звуки духовых льются, как по волшебству. Со взмахом дирижерской палочки начинается новая история, новый концерт оркестра под управлением Валерия Степанова. Морская тема, близкая, понятная, любимая. Зрители в зале подпевают тихо в полголоса, чтобы не спугнуть волшебство идеальной гармонии звука. Каждая нота каждого произведения на своем месте. Танец саблями, Арама Хачатуряна, сольная партия на ксилофоне в исполнении барабанщика Даниэля Багадасаряна. Звезда мирового уровня в оркестре на время отпуска. Сейчас Даниэль участвует в туре с мировыми знаменитостями Скорпионс. Отпустили с гастролей на юбилейный концерт Степанова. Три года назад мужскую компанию оркестрантов украсила саксофонист Елена Копылова на юбилейном концерте с пьесой Бенни Тенор Майкла Нэйти соло. Семен Богданов Семен Богданов самый молодой музыкант в оркестре, ученик Виктора Коченкова. Его соло на кларнете фокстрот «Маленький цветок беше» выразительно и ярко, как все шедевры в исполнении музыкантов духового оркестра. Уважаемые маэстро, уважаемые господа музыканты, от имени главы города, который сегодня, кстати, в отъезде, хочу сказать, что он всегда дает самую высокую оценку культуре города вообще. Ну и вы сами знаете, что ваш ансамбль у него особенно в сердце и в чести. Но от себя лично я хочу сказать, что я горжусь тем, что когда вы бываете в других городах, вас узнают. Сегодня большой праздник. Сегодня большая радость для всех почитателей, любителей вашего таланта. Таланта нашего муниципального концертного оркестра. Когда мы говорим «Степанов», мы подразумеваем «Духовой оркестр». Когда мы говорим «Духовой оркестр», мы подразумеваем нашего Валерия Евгеньевича, нашего любимого маэстро. Смелый и удачный эксперимент маэстро Валерия Степанова «Друзья», «Гости» и «Музыканты» не только в зале. На сцене Зоя Коченкова с забвением пьяцола на скрипке за роялем Марина Дьяченко. Дирижеры из Новороссийской Геленджика «Старые друзья» Валерия Степанова. 40 лет «Духовой оркестр» Анапы настраивает на мажорный лад слушателей. Исцеление музыкой, без побочных эффектов и всегда со стопроцентным результатом. Легендарному оркестру Степанова в Анапе «Быть и развиваться» нынешним составом еще лет 40. Наталья Пухальская, Станислав Фалько. Анапа. Регион. В Центре культуры Родина прошел фестиваль-конкурс авторской песни под названием «За Россию, честь имею». Конкурс организован в рамках 48-го краевого фестиваля искусств «Кубанская музыкальная весна-2014». Участие в фестивале принимали профессиональные и самодеятельные авторы-исполнители. Людмила Катукова 6 лет назад переехала в Анапу из Красноярска. Под ее авторством напечатаны 6 книг. 7 апреля писательница отметит 40-летие творческой деятельности. Единственная участница конкурса – автор-исполнитель, которая пела акапельно. Песню «Гор с земли родной» на выступление выбрала не случайно. Я подумала, насколько актуальна эта песня сейчас. А в начале было стихотворение «Доколи» тоже у меня. Я знала о том, что погибают русские солдаты. И вот в этой связке я обычно так и выступаю. Поэтому два полыхающих костра любви и зла, они вдохновили. Я думаю, вот эту песню надо сегодня на патриотическом конкурсе донести. Участие в конкурсе принимали анапские авторы. Фестиваль посвящен Году культуры, в рамках которого на курорте пройдет еще пять конкурсов и фестивалей. Первый из них уже стартовал. Песня «Доколи» Жюри оценивало художественную самодеятельность, профессиональный уровень, аранжировку, наличие военно-патриотической тематики, исполнительское мастерство участников. На курорте конкурс прошел в 12-й раз. И проходит в рамках «Анапской музыкальной весны». Существует такой региональный фестиваль, который на протяжении нескольких лет уже радует нас выявлением новых талантов на территории муниципального образования. Жюри определило лучших в двух номинациях. Автор текста и музыки. Все участники конкурса получили дипломы. А главные призы победителям и лауреатам вручат на галоконцерте 1 мая. Анастасия Никитина, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Это все новости на сегодня и в завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 25 марта, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 18-20, ночью до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 9 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...